Итак, здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы с вами поговорим про рецидивы грыж межпозвонковых дисков, как часто они встречаются, что делать, чтобы они не встречались, как их профилактировать. Если рецидив возник, то что с этим сделать, насколько стоит переживать, какова должна быть возможная тактика лечения. Меня зовут Смирнов Павел Вячеславович, я врач-невролог, специализируюсь на заболеваниях позвоночника. Хотелось бы начать с истории одной пациентки, которая обратилась в связи с тем, что у нее произошел рецидив грыжи. Она очень сильно была этим расстроена, так как считала, что операция по удалению грыжи позволит избавить ее от боли в ноге, и она забудет о своем позвоночнике, будет жить полноценной жизнью. Но, однако, у нее в течение короткого срока, буквально месяц, мы чуть попозже посмотрим снимки, повторно возник рецидив грыжи, то есть образование грыжи из того же самого диска, в том же самом месте, на той же стороне. И, соответственно, вернулись те же самые сильные корешковые боли в ноге. Эта ситуация ее расстроила, и она обратилась с целью разобраться, почему это произошло и как поступить в той или иной ситуации. Первое, что важно понимать, что, к сожалению, операция на позвоночнике не предполагает новый позвоночник. Операция на позвоночнике направлена на освобождение нерва и избавление действительного человека от мучительной боли в ноге, которая снижает качество жизни. Если кроме боли возникает у человека онемение и слабость, то это позволяет создать условия, при которых нерв сможет восстановиться, и онемение и слабость в ноге тоже смогут восстановиться. То есть самое важное, нужно понимать, что операцию на позвоночнике нужно делать не потому, что у человека есть грыжа, и с целью того, чтобы больше этой грыжи никогда не было, и чтобы эту грыжу убрать. А эта операция делается для избавления человека от жалоб, избавления от боли в ноге и создания условий для восстановления функции нерва. К сожалению, грыжи имеют свойство, имеют склонность к рецидивированию. Не все. Однако, по данным литературы, по данным нашего личного опыта, грыжи действительно встречаются, и частота их развития колеблется от 2% до 15-30%. Это зависит от многих разных факторов. В частности, наиболее таким важным фактором рецидива является индекс высоты диска. То есть то, насколько у пациента большой этот диск, и какова его высота, и на какой он степени дегенерации. В части случаев после удаления грыжи удаляется вот эта дегенеративная масса, но диск продолжает дегенерировать, и снова из этого диска может выйти фрагмент и снова сдавить нерв. Особенно часто это бывает в ранний период, когда фиброзное кольцо диска еще не зажило. То есть это ранние сроки, но пациент может дать какую-то чрезмерную нагрузку или даже может ее не дать просто это быть по каким-то независящим от человека факторам. Снова может выйти фрагмент пульпозного ядра через дефект фиброзного кольца, и у человека снова возникают такие мучительные корешковые боли в ноге. Но насколько это страшно, и что с этим делать? Во-первых, частота пациентов, которые нуждаются в повторной хирургии при рецидиве, их довольно немного. По нашему опыту и по мировым данным это порядка 5% пациентов. То есть из всех прооперированных, и, допустим, рецидив встретился у 10%, то повторной хирургии нуждается лишь половина или даже еще меньше, треть, четверть. Как правило, показаниям к повторному хирургическому лечению является, во-первых, первое, что нужно сделать, это МРТ и оценить, насколько там глобальная ситуация, насколько большой вышедший фрагмент, насколько сильно он давит на нерв и какой он сам структуры. Часто бывает, что рецидив представляет собой вышедший такой мягкий компонент грыжевой пульпозного ядра, который такой очень водянистый, и такие рецидивы, это довольно благоприятные, они часто проходят сами по себе, рассасываются со временем. То есть, допустим, была первичная грыжа, которая была твердая, сильно давила на нерв, грыжу удалили, мы видим, что той грыжи, которая была, нет, но вышел снова вот фрагмент, который такой мягкое, вот это фиброзное, мягкое пульпозное ядро. Это довольно благоприятная ситуация, как правило, всегда с такой ситуацией можно справиться консервативно и не требуются повторной хирургии. А повторной хирургии, обычно мы о ней говорим, когда выходит значительный фрагмент из диска, возможно, снова выходит часть замыкательной пластинки фиброзного кольца, которая снова давит сильно на нерв, и у человека сильные боли, они не купируются, снова там онемение, слабость в ноге, тогда, конечно, действительно, наверное, целесообразно повторно зайти и удалить этот вышедший фрагмент. Но повторные операции – это всегда большие риски, это всегда технически, как правило, более сложно. Однако, конечно, если человеку делается эндоскопическая хирургия, то там, как правило, повторные операции проходят довольно легко, потому что рубца образования практически нет, так как операция делается в водной среде. И поэтому, как правило, повторные хирургические вмешательства, опять-таки, по нашему опыту, тем пациентам, которые оперировались эндоскопически, какой-то трудности не составляет. Чаще бывает сложнее удалить грыжу, когда произошел рецидив после микрохирургии, потому что там как раз разрезаются мышцы, довольно большая хирургическая травма происходит и довольно выраженное рубцеобразование. Тогда нередко бывает, что применяется альтернативный доступ, как раз эндоскопический. Допустим, грыжа была на уровне L4-L5, ее удалили микрохирургически сзади, то есть у пациента на спине сзади есть разрез, след от этого. Тогда часто бывает, что эту грыжу можно удалить из бокового трансформинального доступа, то есть подойти к грыже сбоку, поставить эндоскоп и удалить уже не там, не через рубцы идти, а удалить ее как бы из альтернативного доступа, который часто является преимущественным и на самом деле менее травматичным. Поэтому в целом повторные хирургические операции при рецидивах часто бывают непроблематичны для пациента. Далее, что делать, чтобы рецидив не произошел? Часто пациенты спрашивают, какова профилактика, что мне нужно делать? Как правило, рецидивы чаще всего возникают в ранние сроки, пока в фиброзном кольце сохраняется дефект и диск еще не успел зарубцеваться. Обычно это время составляет где-то от 1 до 2-3 месяцев, в зависимости от этого размера дефекта. Как правило, рецидивы мы видим в ранние сроки. То есть, как я уже говорил, пациент что-то неудачное сделал, у него снова вышел рецидив, не успело фиброзное кольцо зажить. С увеличением сроков после операции частота рецидивов всегда сокращается, потому что фиброзное кольцо заживает и формируется хороший рубчик. Для профилактики мы рекомендуем в первый месяц после операции исключить или минимизировать нагрузку на поясничный отдел. То есть, не работать в наклон, не поднимать тяжести, ограничивать такие разбалтывающие, скручивающие движения в пояснице, которые могут опять-таки способствовать повреждению фиброзного кольца. Но в целом полезнее всего является ходьба, то есть, когда человек много ходит, хорошее кровоснабжение, способствуется это заживлению, поэтому после операции не нужно перенапрягать поясницу, но и в том числе не нужно себя особо беречь, можно ходить, можно в целом сидеть допустимо, но не засиживаться, не сидеть чрезмерно долго и в неудобных позах на глубоких диванах. Это профилактика. Если рецидив произошел, то мы назначаем консервативное лечение, как правило, это медикаментозные препараты, как правило, это тот же самый двигательный режим лечебно-охранительный. И в части случаев, если боль очень сильная, допустимо сделать эпидуральную инъекцию под рентген-контролем, то есть ввести препарат в область образования грыжи, чтобы снять локальное воспаление отек. Как я говорил, что большинство рецидивных грыж, они такие воспалительные, мягкие и при них обычно блокады намного лучше помогают, чем при первичных грыжах, когда эти грыжи такие твердые, плотные, уже давно созревшие. Допустимо это сделать. Сейчас я хотел бы показать МРТ пациентке с рецидивом грыжи и продемонстрировать вам ее на МРТ. Давайте посмотрим на монитор. Смотрите, вот что мы здесь видим. Значит пациентка была с грыжей L5-S1, довольно крупных размеров, да, если ее померить, то здесь расстояние грыжи больше сантиметра. Она такая темная, плотная, и она с правой стороны вот здесь подщемляет S1 корешок. Вот в этом месте она его ущемляет. Вот фрагмент грыжи, да, и она давит на нерв, нерв вот здесь вот подщемляется к суставу. Это парамедианная или субартикулярная грыжа. По своим сигнальным характеристикам довольно плотная. Пациентка не выздоравливает, грыжа не проходит, сильная боль, онемение в ноге. Показания для операции. Пациентка настроена, грыжу удаляют, и давайте посмотрим ее снимочки послеоперационные. Послеоперационные снимки у нас вот эти. У нее, получается, буквально через полтора месяца возникает рецидив, то есть снова появляются боли в правой ноге по корешковому типу, по задней поверхности. И здесь, посмотрите, вот мы повторно видим грыжу, и она находится вот на уровне том же самом L5-S1. Только посмотрите, какая разница, да, у этой грыжи. Вот если мы поставим на то же самое место, на уровень диска. Ну, во-первых, что мы здесь видим? Мы видим, да, что действительно грыжа в том же самом месте. Тоже у нас здесь вот S1 корешок несколько поддавливается, но он так сильно не передавлен, как там в прошлый раз. Действительно, вот этот рецидив, он такой светленький, вот здесь мы видим, да, вот как было до и как после. Соответственно, понятно, что здесь вот этот такой вот сохранившийся, можно сказать, такой мешочек этой грыжи, в который снова натекла вода, можно сказать, такое водянистое содержимое здесь. То есть это не та же твердая, плотная грыжа, как была. Соответственно, таких сильных болей, как было у нее, нет, но пациентка, конечно, расстроена, что снова появилась корешковая боль. При такой грыже, как правило, повторное хирургическое лечение не требуется. Пациентка получала консервативное лечение, и на новых уже последних снимочках мы можем увидеть, что у нее произошла резорция этой грыжи. То есть вот этот вот вышедший фрагмент, который был, видите, его нет. Здесь S1 корешок лежит свободно, он не сдавливается, видите, появилось пространство. Вот это то, что остается, это, как правило, всегда остается, то есть абсолютно новый диск не бывает. Это, можно сказать, что такое небольшое выбухание диска, но мы видим, что признаков сдавления нерва нет, то есть она немножечко соприкосновения по типу контакта есть, но какого-то понятного рецидива грыжи, какого-то понятного сдавления нерва нет, и, соответственно, у пациентки ситуация значительно улучшилась, и симптоматика значительно купировалась. Это демонстрация того, что рецидивы бывают, в большинстве случаев это имеет вот такое вот благоприятное течение, как правило, не требует повторного хирургического вмешательства, и, как правило, хорошо поддаются консервативной терапии. В большинстве случаев у большинства людей они в целом не происходят, но вот у этой пациентки мы видим довольно большой диск, то есть индекс высоты диска большой, грыжа на широком основании, то есть подпитывается от диска сильно, то есть это такая условно-рецидивная грыжа, и она может, она склонна к рецидивированию. Обязательно такой пациентке нужно предупредить, дать вот эти рекомендации по лечебно-охранительному режиму, профилактировать максимально возможно образование повторной грыжи, но если он произошел, то в целом поводов для паники нет, поводов для беспокойства нет. С этим можно справиться консервативно, интервенционно, в крайнем случае повторная хирургия так же эффективна, как и первичная операция, в большинстве случаев есть нюансы, но в любом случае этой пациентке можно помочь, и ничего страшного в этом особо нет. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментарии, я постараюсь на них всех ответить. Если вам понравилось, обязательно ставьте обратную реакцию. На этом все. Всего доброго, до свидания.